Привет, дамы и господа! Вас приветствует домашняя качалка. У нас сегодня 29 июля, 9 часов 15 минут. И сейчас я позавтракаю, и мы с вами отправимся на небольшую прогулочку. На завтрак у меня сегодня чай пуэр, творог, перемешанный в блендере с бананом. Ну а на добавочке у нас 2 таблеточки селена и витамин А, ретинол ацетат. Ну а мы с вами не будем затягивать, давайте позавтракаем и отправимся на прогулку. Ну вот, дорогие друзья, не прошло и часа. Время у нас без 10... Время у нас без 5.10. И мы с вами одеваемся и выходим. Мы с вами готовы. Вот, ребята, вам мой центральный парк в центре города. Парк Победы. Очень хороший парк, красивый. Много зелени. Не сравнить с комсомольским, в котором мы уже всю зелень вырубили. Здесь есть брусья для физкультурников. Всевозможные карусели. Такие вот статуэточки. Я зашел в магазин Grand Sport. Купил себе одну чудо-добавочку для повышения тестостерона. На сдачу мне 100 рублей у них не оказалось. Дали мне два таких батончика. Которые я пробую впервые. Один я скушаю сейчас. Ну а вечером, когда буду делать вам обзор тех добавочек, которые я купил. Вернее, той добавочке. Я вам расскажу свои ощущения о данном батончике. Вот такой вот парк со стороны полета. Я уже стою на мосту. Там у нас магазин. Променад. Дальше цирк. За вот этой зеленью. Ну а вот это, собственно, сам парк Победы. Прямо вдалеке вы видите наш Кемеровский цирк. А это не заселенное свободное поле. Здесь тоже придумают что-нибудь сделать. А может быть дом построить. Или кортедж какой-нибудь. У нас в городе все могут. Кстати, а мы по пути с вами сейчас зайдем в магазин Fixed Price. Я впервые в нем. Посмотрим. Может быть, наберем какого-нибудь дерьма. А вечером я вам о нем расскажу. Красивое здание. Каждый ребенок мечтает сюда подходить. А мы с вами сейчас пойдем в магазин Fixed Price. Магазин все по одной цене. Сейчас мы зайдем в мой родной двор, в котором я родился. Стояночка для элитного авто. Когда я был маленький, где оказался такой двор огромный. Здесь, к сожалению, для детей уже ничего нет. Здесь у нас какой-то параллодик был раньше. Сейчас ничего нет. Вон, в доме, может быть, я встать. Вот там самая роскошь. Я вот в этом подъезде, с первым. Вот на втором этаже. Вот мои окна на втором этаже. Наш балкон. Вот такой мой дворик. Здесь моя мамуля родилась. До свидания, дворик, для которого еще зайдем. Вот, ребята, парк. У нас такие физкультурники здесь бегают. Это Комсомольский парк. Один из самых старых у нас в городе. Такая красивая рябина в нем. Везде лавочки. Везде лавочек урный. Все красиво. Вот по этому парку я иду домой. Купил я, в принципе, пройти кучу всякого. Давно. И на него я, пожалуй, сделаю отдельный обзор. Потому что там много всего. Все разбирать. То этот мой вложек затянется, я думаю, минут на 40. Я думаю, у меня нет права отнимать у вас столько времени. Я лучше сделаю два маленьких. Один будет о прогулочке. А второй будет о хикс прайсе. Вот они, вырубленные деревья, о которых я вам говорил. Все обрубили. Сейчас они уже обрастают веточками. Но с одной стороны это даже хорошо. Вот старые деревья. А это свеженькие, которые лет через 20 будут такими же красивыми. А вот эти старые, наверное, будут тоже ветки обрубать. Кстати, хочу вам показать главную достопримечательность нашего парка. Это спортивно-развлекательный комплекс арена. Вот он вдалеке, в котором проходят все наши областные. Даже, по-моему, чемпионат России был по волейболу. Насчет баскетбола не знаю, не помню. Не слышал, вернее. А по волейболу был. У нас здесь сборная в Темеровской области тренируется. Вот такое красивое сооружение. Сейчас поближе увидим. Вот оно, более близко. Шикарное здание. Правда, я внутри там не был. Не буду врать, но внутри я там не был. А по соседству с ареной через дорогу здесь уже у нас деревня. Как я и говорил вам, у нас город Кемерово пероничат элитные дома с помойками. А парки с деревнями. Ну, естественно, если по центру погулять, там у нас все будет, будет, будет. Некоторые дома даже похожи, как в Питере. Такое постройки есть. Ну, об этом я вам расскажу и покажу когда-нибудь в следующий раз. Даст Бог не последний влог. А это у нас 24 июля. Будет турнир, определяющий, кто поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. А здесь, на улице Волгоградский, дом пионеров имени Веры Волошиной. А здесь очень красивая аллейка. Сейчас я вам ее покажу. Вот он, посмотрите на эту красоту. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Это элитный комплекс 5 звезд. Я просто, я могу только представить, какая же красота из его окон. На улице ездить, смотрите. А мы сейчас дойдем до нашего манежа, который был обустроен в честь призового места Елены Крофоровой на Олимпиаде. Я уже не помню в каком году, но обустраивали его уже после ее победы. По-моему, второе или третье место она была на Олимпиаде. Вот он, манеж. Здесь летние соревнования проходят. Здесь, естественно, все закрыто. Входа никому нет. Только за бабосики вход. Купишь абонемент, будешь ходить в манеж. И смотреть на эту красоту. А здесь все, видите, забор уже оброс. Представителям и работникам манежа некогда убирать эти кусты, обрезать. Да и тренируется теперь тут. Там одна девочка бегает. Вон, видите. Идет одна девочка скучающая. Бегать-то, в принципе, некому. Ну, а я сейчас немного отдохну, переоденусь и покажу вам, что я купил в спортивном магазине. Ну, а мы с вами плавно перешли к завершающей части моего сегодняшнего влога. Не знаю, выйдет он или нет. Сейчас я это все запишу, смонтирую. Очень хочу его для вас выложить, показать. Но если там что-то не получится, что-то выйдет не так, то, к сожалению, показать я вам его не смогу. Вот так вот. Купил я сегодня в Ганспорте вот такой вот препарат Синка. Он значительно дешевле, чем в аптеке. Здесь на 2 месяца 60 капсул стоит всего лишь 400 рублей. Ну, а аптечный препарат у нас Синктерал, по-моему, как бы не соврать, 25 таблеток стоит что-то в районе 300 или 400 рублей. А на 2 месяца, естественно, нужно брать 2 упаковки. А если ты возьмешь, по-моему, 50 таблеток, одну упаковочку, то она под 800 рублей. Так что это значительно дешевле, Синк. Нам, как известно, Матуралом нужно поднимать уровень собственного тестостерона, хотя бы до природного уровня, чтобы более-менее налаженно тренироваться, более нарядненько. Ну, а на сдачу дал я им 1000 рублей, 500, по-моему, не дали, на сдачу у них 100 рублей не оказалось в Грандспорте. Ну, по-моему, Грандспорт это еще тот магазин, который любит что-то впаривать. И вот они мне впарили 2 вот таких вот батонечка от компании Айронмен. Каждый стоит по 50 рублей. Он мне говорит, на сдачу возьмете батончик? У меня сдачу я не могу вам продать. Ну, ладно, что ж, придется взять на сдачу 100 рублей, нет у них, чем ехать второй раз или бегать где-то менять. Так вот, он мне сперва дает один батончик такой. Я говорю, а что ты мне на 100 рублей всего лишь... Ой, я забыл! И дал мне, о, милейший продавец, второй такой батончик. Посмотрел я сейчас на сайте, они как раз у них по 50 рублей стоят. И вот, соизволил он мне дать второй батончик, чтобы я, вероятнее всего, отвязался. Я их съел, не знал я, что они с гуараной, потому как тренируюсь я сегодня не пойду на тренировку. Вчера я, отлично, ноги потренировал, сегодня лучше отдохну, завтра на работу, а послезавтра пойду на тренировочку. Так что купил я сегодня цинк, на сдачу мне, не боюсь повториться, впарили два батончика с гуараной от Айронмена по 50 рублей, которые хотели, кстати, продать как один за 100. И еще писал мне Гризли Бир, что ему продали вместо суперсетовского соевого протеина какой-то другой, вернее он мне сказал, что ему продали какой-то другой соевый протеин от суперсета, не такую баночку, как я показывал, а другой, короче. Выслал мне фотографию этого протеина, и я сегодня захожу в этот магазин Гранд Спорт, а я вам уже рассказывал, как они нам впарили просроченный энергетик от суперсета, и он мне второй раз, сегодня вторым дублем, я не понимаю, или эти консультанты действительно, у них такое распоряжение начальства все впаривать, все впаривать, неважно, правильную информацию дают, неправильную. Он мне давай рассказывать, что соевый протеин это дерьмо, что от него женские гормоны, ну чуть ли что в женщину ты не превратишься, если ты съешь, будешь употреблять хотя бы 100 грамм соевого протеина. Я думаю, может быть это открытие для трансвеститов, которые делают операции, чтобы превратиться в женщину. Для чего делать операцию, если можно употреблять соевый протеин? Кстати, нужно запатентовать, наверное, эту идею. Так вот, и он мне опять же этот протеин начал впаривать как суперсетовский, то есть совершенно не суперсетовский протеин, они впаривают по 400 рублей килограмм, но правда упакован, все нормально, как суперсетовский. Но это какой-то русский производитель, российский. Я, к сожалению, не стал его даже в руки брать, не посмотрел. Хотя, наверное, придется мне его как-нибудь купить, чтобы попробовать и сказать вам, стоит ли вообще его покупать или нет. Ну а на этом я сегодняшний свой влог заканчиваю. Буду сейчас его монтировать. Не знаю, получится у меня что-то более-менее смотрительное из этого влога или нет, но надеюсь, что все будет нормально. И я выложу его для вас. А я с вами хочу попрощаться. И мы с вами увидимся на ютубе. Пока. Пока.